Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой Долины» Светлана Портнова и я представляю вам нашу собеседницу Алену. Алена, добрый день! Несколько слов о себе. Я художник, фэш-дизайнер и уже 7 лет в Америке. Мне очень нравится. Я когда-то книжку написала для женщин «Красота, любовь, призвание». Дело в том, что у меня профессия такая, что я все время с женщинами, и я обожаю женщину. Я такой цветник. И я заметила одну вещь. Я заметила, что в нашей семье очень хорошая семья была у бабушки. Прекрасные отношения. Потом совершенно потрясающая была семья у мамы. Папа уже умер. У меня очень хорошая семья. И вот у меня вышла дочка замуж, женщина. И я увидела, как правильно она выстраивает отношения со своим супругом. И тут я задумалась, что, наверное, в этом что-то есть. Что-то вот тут какая-то мудрость. Потому что когда я сталкивалась с огромным количеством женщин, я иногда замечала, что женщины очень, ну как-то ошибки какие-то совершают, которые не стоило бы совершать. Мы об этом чуть позже поговорим. Давай я тебя спрошу вот такую вещь. Вот если мы, вот просто на минуточку, представь себе по ассоциации, какие у тебя выскакивают ключевые слова на уровне слов. Вот ключевые слова иммиграция и семья. Какие у тебя первые образы возникают, первые слова какие-то? Космонавты. Космонавты. Так, еще. Испытания серьезные. Да, еще. Новый уровень. Отношений. Да, новый уровень отношений, да. Еще. Вот эти ассоциации. Ну и приключения. Так, у меня немножко другие ассоциации. Значит, у меня ассоциация, это прежде всего стресс. Да. Вторая ассоциация, это поддержка. Да. Вот. И, как правильно ты сказала, да, перемены отношений, выход на новый уровень. Вообще, иммиграция всегда связана со стрессом, да. Неважно, один ты уезжаешь или с семьей. Это, конечно, очень большое испытание. Для всех испытание на прочность. Не все выдерживают это, да. Бывает, что семьи распадаются именно потому, что они не выдерживают этой нагрузки. Но в данном случае мы хотели бы просто поговорить о том, что, да, это стресс, но, наверное, есть какие-то способы, если мы осознанно подойдем к этому вопросу, то, наверное, есть какие-то вещи, которые мы можем осознать и по-другому немножко посмотреть на свою семью, немножко по-другому посмотреть на свои отношения и сделать этот процесс менее болезненным. Ну, то есть, в принципе, когда включаешь голову, это очень помогает. Да. Когда ты не действуешь просто вот там вааа и все, и потом смотришь, уже и назад слова вылетели, и их уже обратно не возьмешь. А когда стрессовая ситуация, то уже даже все, давление увеличилось, и все это, конечно, так сказать, еще драматичнее может произойти. Я в свое время проводила опрос, ну, у меня была женская аудитория, я проводила опрос, чего женщины ждут от своего любимого человека, да, ну, чтобы он был каким красивым, умным, мудрым и так далее. 90% женщин больше даже сказали, что они ожидают надежности. Да, и, в общем, все мы хотим надежности, да, чтобы быть как за каменной стеной. Именно, да. Но тут есть один нюанс очень интересный. Нюанс состоит в том, что и мужчина ждет от женщины надежности, в особенности вот таких стрессовых ситуаций, которые связаны с переездом в другую страну или в другой город или на другое место жительства. И эти проблемы начинаются тогда, когда начинается этап планирования. Вот люди думают, а не сыграет ли нам гейнгард-лутырию, например, да, а вдруг мы выиграем и тогда поедем. И вот на этом этапе начинаются уже какие-то взаимные обсуждения. И очень может быть, что супруга, например, не хочет ехать, у нее все хорошо, а супруг хочет ехать. И в этом смысле, конечно, очень важно посмотреть на свою семью, да, и подумать, если это правильная семья, то должна быть какая-то единая точка зрения, да, на иммиграцию, на отъезд. И вот это как раз и составляет вот нашу тему сегодня, да. Мы смотрим, как обеспечить женщине поддержку своему мужу, да. Как обеспечить ему вот это ощущение, что у него есть надежный тыл, да. Но вообще для мужчины мы же очень разные. И у нас совершенно разные, то есть это действительно так классно, что мы вместе, потому что это как будто две планеты разных вместе, и мы друг друга дополняем. Но мы часто этого просто не понимаем. И мужчина, он всегда сражается. Вот что бы он ни делал, он даже, он там бухгалтер где-то работает, там свои цифры считают, но он приходит домой, как корабль с битвой. Это его внутреннее состояние. И поэтому так важно, значит, для мужчины вот эта поддержка, что я за тебя, что ты защищен. А женщина, у него немножко другой подход. Женщина, она сияет, она такой вот, она цветет. И даже если она руководит крупной компанией, она все равно цветет. Вот это ее как бы вот, даже если она при этом сражается, там, на самом деле, обычно если сражаются мужскими способами, то как бы немножко даже в ущерб себе. Женщина немножко по-другому сражается. Вот другие. Вот она бухгалтерна, она всех очарует, и всех просто падает. Это наши, мы разные. И поэтому женщине так важно понимать, знать, что ее мужчина, он за нее, он восхищен ей, он любит ее, и он всегда будет с ней, он будет за нее. То есть это как бы две вот таких. И вот этот завет между нами, то, что мы, я за тебя, вот это внутри надо выстроить. Вот что бы ни происходило, я за тебя, дорогой. Что бы ни происходило, я за тебя, дорогая. И она обычно говорят на клятвах вот этих вот во время, благосочетать. Люди не понимают, что это на самом деле нужно периодически друг другу говорить. То есть это помогает, это нашу душу, потому что жизнь, а тяжелая штука, а миграция в квадрате тяжелая штука. Поэтому вот это вот, дорогой, у тебя получится, дорогая, все будет хорошо у нас, не бойся. Ты знаешь, я тебе скажу, вот я вспоминаю нашу молодость, а тогда вообще было не принято говорить о любви, чтобы кто-то сказал, я тебя люблю, это уже я не знаю, что должно было произойти. И уже женщина точно, если она говорила мужчине, что я тебя люблю, она проявляла этим свою слабость, делала себя какой-то более, менее защищенной. И это было с ее стороны, как бы не общество, скажем так, в обществе существовала парадигма, которая это не поощряла, скажем так. Сегодня наоборот. Сегодня все говорят, я тебя люблю много раз, но не говорят, у тебя получится. Ты мой герой, у тебя все получится. Хотя на самом деле эта простая фраза, она дает крылья. Она окрыляет, 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 да. И совершенно другая фраза, вон, посмотри там на соседа, вот он-то какой герой, а ты-то вообще никуда не годишь, что ты поедешь в другую страну, что-то там получится, у тебя ничего не получится. Да, а как быть, вот как ты думаешь, вот ваше решение об эмиграции, оно пришло как бы обоюдно к обоим или кто был инициатором? Я была инициатором, у нас вообще все очень хорошо было. Муж, он просто, у него позиция, у него все было прекрасно. Он просто настолько, он на самом деле, он мой герой действительно, потому что он сказал, мою работу делать в России может многие, а вот помочь моей жене исполнить ее большую мечту могу только я. Вау, вот это да, слова не мальчика, но мужа, да. Он, конечно, очень мужественный мужчина, и мне очень, но это было непросто для него на самом деле. Но из-за того, что мы устраивали наши отношения столько лет, то есть мы уже были женаты сколько, 26 лет к тому моменту, и хороший брак, то есть мы действительно в него очень много вложили. Вообще я считаю, что брак это как капитал. Я бы сказала, да, что это ежесекундная работа, знаешь. Вот, к сожалению, очень многие люди, они не понимают, они думают, что, о, два молодых человека, они поженились, все у них хорошо, и дальше у них будет так же хорошо. Но на самом деле это не так, потому что человек – это не стоячая вода, это река, которая течет и все время меняется. И поэтому нужно все время подстраиваться. Она может измениться в худшую сторону, а может измениться в лучшую сторону. Если ты не держишь это самое в голове, что нужно все время настроить, тюнинг делать, да, потому что нужно подстраивать все время систему, то ничего не получится, ничего не получится. Это труд, и я думаю, что, может быть, мы в будущем еще поговорим о каких-то аспектах вот этого вот. Ну, как бы две зрелые женщины, которые уже успешный брак. Нам повезло, мы не разводились, это очень здорово. То есть мы действительно, как бы, успешный брак удалось построить. И я думаю, что в этом есть секреты определенные, которыми можно поделиться. И я думаю, что даже если первый брак не получился, то можно попробовать во втором не совершать те ошибки, которые совершаются. И вот одна из главных ошибок, о которой я бы с самого начала хотела сказать, потому что я это заметила в современных... Так как я создавала платья для невест очень много, причем для таких, ну, от кутюра, представьте. То есть невест такие, такие избалованные часто. Вот. И я так часто слышала фразу, ну, схожу замуж. Вот схожу замуж, это меня просто убивает. А как можешь сходить? Сходить, это значит, что забежал и выскочил. И я понимала, что человек просто вот изначально берет и закладывает бомбу под свой брак и не понимает, что на самом деле вот самое дорогое, что у нас есть семья, и что если ты не вложишься, у тебя и первый, и второй, и третий ни раз не положат. А самое главное, что люди свои ошибки, знаешь, они склонны думать, ой, мне не повезло в этот раз. И очень важно следить за своим языком. Так вот слова, типа, схожу замуж, они же программируют тебя. Конечно. И это очень серьезно, ты уже не будешь вот так вкладываться. И более того, вот что я посоветую всем, девочки, никогда не произносите слово «разврод». Разврод вот просто не должно звучать. То есть когда ты говоришь, даже ради вот бывает, ну, там, ну, тут типа не что-то серьезное, а просто. Ты просто программируешь. Это очень серьезно. И ты программируешь свой мозг и мозг своего мужчины. То есть ты посылаешь ему сигнал, «Я тебя могу кинуть в любую секунду». Да. У него это запало. И он уже не чувствует безопасности. И он уже, у него на подкорке это записано. И он может начать действовать на этом основании совершенно по-другому. Вообще, я вот думала, знаешь, есть такая точка невозврата. Всякие конфликты бывают в семье, всякие ссоры, бывает, кого-то обидишь, бывает что-то такое. Но есть такая точка невозврата, и эту точку нужно все время контролировать для себя. То есть, как это называется, фильтруй базар. Ты что-то говоришь, но ты понимаешь, что ты не переходишь в какую-то черту. То есть, когда люди ругаются и ругаются по-серьезному и так далее, все равно в голове где-то сзади есть мысль, что я вот эту черту не переступаю. Потому что переступив эту черту, это значит, что нельзя ничего отмотать обратно и вернуть. Да, и вот есть такое выражение, что мудрая женщина созидает свой дом, а глупые разрушают его. И это правда, вот глупые разрушают словами. То есть, мы не должны быть мудрыми, девочки. И мы должны понимать, что это слишком большая ценность для нас, чтобы вот так вот просто... На самом деле, ничего ценнее этого нет. Здоровье и семья. Да, и детки, детки. А ведь это тоже семья же. Ну да, да. Дети, извините, если дома бардак, если дома вот это все творится, это же и на детей это накладывает. Ну да, конечно, в первую очередь. То есть, это тоже семья. Вот эти две вещи, вот все. И как вы, даже вот то, как вы выстраиваете свою семью, это программирует ваших детей в будущее. То есть, если вам получится научиться... А если мы говорим все-таки о поддержке, да? Вообще это очень интересно, потому что, знаешь как, так, вот в нашей семье я тоже была инициатором отъезда. Но мне интересно, как... Отъезда. Да, да, да. То есть, я уже просто, когда появилась какая-то возможность, да, мы уже стали работать в этом направлении. Но вот интересно, если, например, мужчина инициатор, а женщине не очень хочется с ним ехать, то как они могут решить, вот если у тебя какие-то идеи или советы, может быть, как им этот вопрос привести к взаимному пониманию? Потому что не всем нужно уезжать вовсе, да? Не все люди, которые заполняют грин-карту локтерею, должны вдруг сняться и уехать. Может быть, даже мужчина и не осознает, что у него есть какие-то серьезные вещи, которым он должен прислушаться, и должны они его удержать, да? Но все-таки это семья, это все-таки ячейка. Один мой знакомый, знаешь, он сказал очень смешную вещь, совершенно как бы с моей точки зрения безграмотно, но тем не менее. он сказал такую вещь, жена нужна в эмиграции для того, чтобы постоять с чемоданами, когда я отойду пописать. Понимаешь, то есть вот такое примитивное понимание, конечно, оно, этот мужчина, он был пять раз женат, и ни одна жена с ним долго не удержалась. Я думаю, да, я думаю, что у него большие проблемы. Да, 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 да. То есть, понимаешь, как, вот это отношение к женщине, что я обеспечиваю ее безопасность и защищенность, а отношение женщины к мужчине, что я его тыл, да, тыл, оно, наверное, позволяет построить некоторую такую гармонию в принятии каких-то существенных решений, как, например, покинуть страну и переехать в другое место куда-то. Ну, к сожалению, у нас какие-то, у нас в советском обществе домостроевские какие-то вот вещи еще сохранились, когда женщина типа... Это удивительно, как это осталось, но очень многие... Очень часто мужчины не признают равноправные отношения мужчин и женщин. На самом деле мы равны, мы действительно в принятии решений, но вот эта гармония, то есть я бы никому не советовала, если, ну, одна половинка не согласна с поездкой, пока это не произойдет, пока не согласен, пока не будет гармонии и понимания цели и единства в этом, двигаться куда-то. Я бы даже это как знак определила, как вот оно мне надо, потому что не всем нужно эмигрировать, и не всегда это успешно. Абсолютно. Да, и иногда просто я даже здесь встречаю людей, которые я смотрю на них, думаю, ну, оно надо было вам, что же вы сделали, у вас бы намного лучше была бы ситуация в России, потому что человек вот такой, вот такие они. То есть это не каждому нужно. Не каждому нужно, иногда люди просто идут, знаешь, в наше время, когда мы уезжали, это был 90-е годы, и нам говорили, не важно, куда я еду, важно, откуда. То есть народ просто валил, не важно, откуда он еду, что важно было просто уехать. И очень многие сделали ошибки, и потом они, да, вернулись, потом обратно. Кстати, тоже, мне кажется, нагнетаются где-то вот такие настроения, и какие-то люди могут просто сделать ошибки, и неправильно, потому что, но вот это вот единство между мужчиной и женщиной, мужем и женой, я думаю, оно хороший знак. То есть если вы не можете достичь единства там, то что будет, когда вы приедете сюда? Это еще... То есть надо договариваться на берегу, я это называю. Абсолютно. И мы вот готовились в течение нескольких лет, и я думаю, что у меня для этого лет пять ушло, то есть я как бы продумывала, готовилась, и муж постепенно, он осознавал, что действительно я достигла своего потолка в своем бизнесе, в творчестве, что перспектив вот такой, как я двигаться дальше там и делать то, что я мечтаю, у меня нет, потому что я не умею вписываться вот в эти вот ну такие схемы, непонятные мне. Все, что можно сделать на голом таланте и энтузиазме я сделала. Ну хорошо, давай я думаю, что мы для первого раза на этом закончим. Значит, единственное, что я бы хотела сказать нашим зрителям, что, дорогие друзья, если вам нравится вот такая тематика, если у вас есть какие-то вопросы, которые мы можем обсудить, то ставьте лайки нам, принимайте участие, задавайте вопросы. Мы с Аленой с удовольствием, да, Алена, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Мне огромное удовольствие с тобой, Светлана, беседовать, и я думаю, что мы можем быть полезными. Абсолютно, да, потому что люди молодые, может быть, они еще такой багаж не имеют прожитых лет, вот, и может быть, нам что-то со стороны виднее, потому что нам пишут очень много писем, ну, конечно, в основном пишут письма вот такие, связанные с поиском работы и так далее, но есть очень много вопросов, связанных с отношениями, да, как это все пережить, как это все построить, поэтому, друзья, ставьте нам лайки, мы вас ждем на нашем канале, и будем очень рады с вами встретиться снова. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok